К нам в редакцию обратились жители, чьи дома обслуживает ЖСК «Темп». Жаловались на возросшие суммы за отопление. Мы начали разбираться в ситуации и выяснили. Председатель ЖСК с нового года начала выставлять счета по-новому. Отопление будет в зимний период, в самые холодные месяцы, больше. Как только становится теплее, меньше. А в пять месяцев за отопление мы оплачивать не будем. Если бы в платежной квитанции была бы такая строчка, вот этой бузы не было бы. Все бы люди поняли, ага, не 12 месяцев равными долями, а 7. Жителей о новом способе оплаты не оповестили, потому они были неприятно удивлены, когда получили квитанции, в которых сумма за отопление выросла у кого в два, у кого в четыре раза. Есть еще один аспект. В 354-м постановлении правительства, где речь идет о способах оплаты за коммунальные услуги, и говорится, что органы государственной власти, субъектов Российской Федерации вправе решать способ оплаты. В Московской области принято решение платить равномерно в течение всего года. Большая часть области, практически вся область, действительно расплачивается по одной двенадцатой. Но, как говорит губернатор, житель всегда прав. То есть, если бы, если бы, вот действительно, общее собрание или домов, или хотя бы, или общее собрание членов товарищества приняло такое решение, то против воли жителей, если бы она была действительно изъявлена, например, администрация не пошла бы. То есть, если действительно жители сказали бы, что нам удобно вот так, по одной седьмой, ну, я думаю, вопросов не возникло бы. Но они возникли, обсуждались очень бурно на импровизированном собрании вокруг съемочной группы. Еще один вопрос, который возник у жителей многоэтажек, входящих в ЖСК «ТЭМ», почему в разных домах разная стоимость услуги отопления? Внятного ответа председатель ЖСК не дала. На данный момент очень много людей позвонило, очень много людей возмущено. Но, когда речь доходит до просьбы осуществить какие-то конкретные действия, например, обратиться именно от своего имени в органы жилой инспекции, или выступить инициатором проведения общего собрания. Вот тут мы инициаторов теряем. За два месяца 2019 года в систему «Добродел» поступило 85 жалоб на работу ЖСК «ТЭМ». Я бы советовал жителям, во-первых, обращаться в органы государственной жилищной инспекции для того, чтобы на товарищество воздействовать уже непосредственно рублем. Правда, по сути, рубль будет вынут из кармана самих жителей. Второе. Очень много обращается жителей, которых в целом не устраивает работа жилищно-строительного кооператива «ТЭМП». Есть два варианта развития этой ситуации. Или смена органов управления товарищества через собрание представителей, либо проведение общих собраний на домах о смене формы управления. То есть помимо ЖСК «ТЭМП» есть много других управляющих организаций, которые показали себя достаточно неплохо на рынке этих услуг. Можно продолжить и работу с сегодняшним руководством ЖСК, но проявлять больше интереса к тому, как правление распоряжается деньгами. Оксана Мирожникова, Антон Каврижных, программа «События».